Штарк, я тут на днях с одной немкой, сходил на свидание, вместе поужинали, пообщались. И оказалось, что тут девушка платит за себя сама. Я был очень удивлен после того, когда хотел оплатить счет. Она посмотрела на меня, как на ненормального, с видом «ты что, типа меня купить хочешь?». Потом я, конечно, ей объяснил, что в России обычно платит мужчина. Она тоже очень удивилась. Может, стоит сделать подобный ролик на эту тему. Забавный комментарий, и я, конечно, отнесу этот ролик к особенности западного образа жизни. Хотя, я думаю, большинство уже не удивится. Это давным-давно известный факт. Действительно, на Западе женщины платят за себя, а мужчины за себя. Ну, во-первых, потому что женщины зарабатывают и также могут оплатить себе счет. Если женщина не содержанка, то есть она не находится на вашем содержании, почему, собственно говоря, вы должны оплачивать ее ужин? Это считается плохим тоном. Удивительно, что этот человек из России не понимает, что если вы оплачиваете за кого-то что-то, то человек остается вам как бы должен. В данном случае, если это женщина, то подразумевается, что он после оплаты ужина может ей предложить что-то еще, на что она не готова. Но если она приняла оплату вашего ужина, она как бы осталась в долгу. Поэтому современные западные женщины не хотят чувствовать себя вам должными и оплачивают свои счета сами. Вы в дружеских отношениях, это не должно никого оскорблять. Наоборот, в России у женщин несколько ижневенческая позиция. Если ты мужчина, значит ты платишь. При этом женщина, может быть, даже зарабатывает больше, чем вы. Это неправильно и со временем будет изменено. Вот увидите. Есть еще один такой момент. Если вы приглашаете кого-то, то во время приглашения вы можете именно так и сказать. Я приглашаю и оплачиваю. Это воспринимается нормально. И тогда человек идет на ужин с вами или обед, зная, что вы просто хотите сделать ему приятное. Только это нужно сразу заранее сказать. Либо вас хочет пригласить какой-то деловой партнер, у вас нет времени для того, чтобы рассаживаться с ним за ужином. Но он может сказать. Я приглашаю тебя, пожалуйста, удели мне час времени. Я ужин оплачу. Тогда вы спокойно идете и не беспокоитесь о деньгах. Итак, на Западе нет разницы, мужчина это или женщина. Каждый оплачивает свой проезд, билет в кино или театр. Именно потому, что женщины много лет тому назад боролись за свои права. И теперь уступать эти права они не станут. Женщины считают, что сегодня могут заплатить за ее ужин, завтра купят ей кофточку, а послезавтра запретят учиться в университете и укажут ей место, например, у плиты. Поэтому во избежание этих эксцессов, думаю, западные женщины ни за что не уступят свои права и будут отстаивать их, если придется, на любом жизненном рубеже. Такие вот особенности. Редактор субтитров А.Семкин